Здравствуйте, дорогие друзья! И это четвертый модуль учебника Spotlight для восьмого класса. И что же мы будем обсуждать сегодня? Чувствуете ли вы себя как дома в своем теле? Вопрос, конечно, интересный. Итак, возьмите свои учебники. Откройте их на страничке 59. Возьмите карандашик и подписывайте слова, которые вы не знаете. Итак, reading. Смотрим. Что же нам здесь нужно будет сделать? Нам нужно будет озаглавить каждый из отрывков этого текста. Посмотрите, вот текст на другой страничке. И это справа, а слева мы видим упражнение. Read the title of the text. Прочитайте название текста. And the headings. И заголовки. What do you think the paragraphs are about? О чем вы думаете эти параграфы? Итак, magazine adverts. Объявление в журнале. Believe in yourself. Поверь в себя. Don't compare. Не сравнивай. It can't be me. Не может быть, чтобы это был я. Growing up. Взросление. А сначала давайте посмотрим на незнакомые слова в тексте. Список слов, которые я подготовила для вас заранее. So. Adverts. Объявление. Повторяйте со мной. Adverts. Advertising. Реклама. Advertising. Don't compare. Не сравнивай. Don't compare. Advertising. Grow up. Расти. Grow up. Believe in yourself. Поверь в себя. Believe in yourself. Influence. Effect. Это два слова-синонима. Влиять на что-то. Influence. Effect. Behave in a childish way. Вести себя как ребенок. Behave in a childish way. Skinny. Худощавый. Skinny. Put on weight. Или gain weight. Набирать вес. Put on weight. Gain weight. Lose weight. Терять вес. Lose weight. Don't mind. Не возражать. Don't you mind opening the window? Ты не возражаешь, если я открою окошко? It's toughy here. Здесь душно. Thick hair. Густые волосы. Thick hair. Pimples. Прыщи. Pimples. I can't stand people staring at me. Не могу терпеть людей, которые уставятся на меня. Look это смотреть, а stare это смотреть непрерывно. Stare. Remarks. Замечания. Remarks. Sound familiar. Звучит знакомо. Does it sound familiar to you? Это звучит знакомо тебе. Mature. Созревать. Зреть. Когда наше тело созревает. Mature. Созревать. Draw attention. Привлекать внимание. Draw attention. At the same speed. С одинаковой скоростью. At the same speed. Notice. Замечать что-то. I notice. Я замечаю все. I notice everything. Shoulders. Плечи. Есть такой шампунь. Head and shoulders. Shoulders. Плечи. Get wider. Становиться шире. Our shoulders get wider. Плечи становятся шире. Media images. Изображение в средствах массовой информации. Media images. Affect your self-esteem. Влияет на вашу самооценку. What affects your self-esteem? Что влияет на вашу самооценку? Put pressure. Оказывать давление. Put pressure. Pressure. Давление. Put pressure. Become obsessed. Становиться одержимым чем-то. Become obsessed with the idea. Становиться одержимым какой-то идеей. To fit an unrealistic image. Подходить под нереальный имидж. I don't want to fit an unrealistic image. Я не хочу подходить под нереальный имидж. Vanity. Числавия. Vanity. Это все равно, что гордость, только такая завышенная гордость. This is not the case. Это не так. This is not the case. Confidence. Уверенность. Приятно, когда чувствуешь уверенность. I feel confidence. Я чувствую уверенность. Ну вот, мы познакомились с вами с новыми словами. And now, а теперь we can start reading the text. Мы можем начать читать наш текст. Чекайте со мной. Read with me. It can't be me. It's Monday morning. And while you are getting dressed, you are looking at yourself in the mirror. It's early in the morning. And while you are getting dressed, you are looking at yourself in the morning. Раннее утро. И пока вы смотрите, пока вы одеваетесь, вы смотрите на себя в зеркало. И быть немножко выше и более мускулистым. Вы думаете. I also wouldn't mind thicker hair, longer legs, better teeth and a smaller nose. Я бы также не возражал иметь более густые волосы, более длинные ноги, лучшие зубы и меньший нос. Speaking of my nose, is that a pimple on it? Speaking of my nose, говоря о моем носе. Is that a pimple on it? Это прыщ на нем. Pimple, прыщ. Oh, here we go again. Oh, here we go again. И так повторяется снова. I can't go out. I can't stand people staring at me. I can't go out. Я не могу выйти погулять. I can't stand people staring at me. Я не могу терпеть людей, которые смотрят на меня. Growing up. Do these remarks sound familiar? Growing up. Расти. Do these remarks sound familiar? Итак, такие замечания звучат вам, знакомые. Почти все хотели бы изменить что-то в своем теле. Тинейджеры чувствуют, что таким образом себя довольно часто, потому что их тело меняется, пока они взрослеют. As your body changes, so does the way you feel about your physical appearance. As your body changes, когда ваше тело меняется, so does the way you feel about your physical appearance. Также меняется то, как вы себя чувствуете по поводу своей физической внешности. Your body image often affects the opinion you have of yourself. Your body image often affects the opinion you have of yourself. Имидж вашего тела часто влияет на ваше мнение о себе. Следующий параграф называется «Не сравнивай». As your body matures, you may think that it draws attention to you. As your body matures, когда ваше тело созревает, you may think that it draws attention to you. Вы можете думать, что оно привлекает внимание к себе. And you may feel uncomfortable. And you may feel uncomfortable. И вы можете чувствовать себя неприятно, некомфортабельно. Вы можете также сравнивать себя со своими друзьями. Чтобы посмотреть, нормальны ли вы. Немножко поднимем вверх. Но взросление не происходит с одинаковой скоростью для всех. Девочки обычно начинают меняться раньше, чем мальчики. Sometimes, they suddenly put on weight, as their bodies need fat to grow. Sometimes, иногда, they suddenly put on weight. Они внезапно набирают вес. As their body, так как их тело, need fat to grow. Нуждается в жире для того, чтобы расти. On the other hand, boys notice their shoulders getting wider, and their voices getting deeper. On the other hand, с другой стороны, boys notice, мальчики замечают, their shoulders getting wider, как их плечи становятся шире, and their voices getting deeper, их голос становится ниже. Такие перемены обычно имеют место в течение двух или пяти лет. Magazine adverts. Magazine adverts. Этот параграф называется объявление в журналах. Media images from TV, movies, and advertising may also affect your self-esteem. Изображения в средствах массовой информации, по телевизору, в кино, в рекламе могут также влиять на вашу самооценку. Self-esteem. Самооценка. Женщины и девушки по телевизору и в журналах обычно худые. В то время как мужчины выглядят сильными и очень мускулистыми. Это может заставить вас подумать, что что-то не так с вами. Если вы не выглядите так. Media images may also put pressure on you to go on extreme diets or become obsessed with weight training. Media images may also put pressure on you to go on extreme diets or become obsessed with weight training. Изображения в средствах массовой информации могут также put pressure on you, оказывать на вас давление. To go on extreme diets, чтобы вы сели на экстремальную диету. Or become obsessed with weight training. Или стали одержимы тренировками по сбрасыванию веса. Remember that it's more important to exercise regularly. Помните, что это более важно делать упражнения регулярно. And eat healthily. И есть здоровую еду. Чем пытаться изменить свое тело, чтобы оно подходило под нереальный имидж. Объявления продают фантазии и тщеславие, а не реальность. И последний абзац. Поверьте в себя. Поверьте в себя. Хотя вы можете часто подумать, что ваши друзья в классе замечают каждый прыщ на вашем лице. Or every single pound you gain. Или каждый фунт, который вы набираете. Что они замечают, это то, как вы себя чувствуете. Вам нужно сфокусироваться на тех вещах, которые вам нравятся в себе. И ходить с уверенностью. Если вам нравится, вы нравитесь самому себе, и то, как вы выглядите, другим людям это понравится тоже. Ну, я думаю, вы здесь получили хороший совет. Итак, возвращаемся к нашему упражнению на страничке 58 и смотрим. Эти заголовки нам нужно было распределить над каждым отрывком текста. Первый был It can't be me. Ну и так далее. Мы все это уже распределили в процессе чтения. Итак, а теперь мы смотрим. Но если вы не успели за нами, не успели распределить, прослушайте текст снова. Итак, смотрим. Смотрим. Под этими заголовками мы видим. Задание A, B. Я его читаю. Advertising helps improve your body image. Реклама помогает улучшить имидж вашего тела. Или advertising influences the way you feel about your body. Или реклама влияет на то, как вы чувствуете себя в своем теле. Что вы выберете? A или B? B, да? Реклама влияет на то, как мы чувствуем себя в своем теле. Потому что если мы видим в рекламе красивое тело и какой-то нереальный имидж, мы думаем, что мы должны ему соответствовать. Но это не так. Так, смотрим дальше. Be happy with the way you are. Будь счастливым тем, какой ты есть. Или you can't change yourself. Ты не можешь изменить себя. Что вы здесь выберете? Be happy with the way you are. Будь счастлив тем, какой ты есть. C. You are better than others. Ты лучше, чем другие. Или everyone looks different. Все выглядят по-разному. Конечно же, все выглядят по-разному. Задание D. I'd like to change my appearance. Я бы хотела изменить свою внешность. Или I don't know the person in the mirror. Я не знаю человека в зеркале. И, наконец, последний заголовок. И don't behave in a childish way. Не веди себя как ребенок. Или changing from a child into an adult. Перемена из ребенка во взрослого. Смотрим. И у нас что там? Growing up. Да? Смотрите наверху. Взросление. Конечно же, это будет be. Перемена. То есть мы меняемся из ребенка во взрослого. Друзья, я хочу, чтобы вы еще раз послушали этот текст. Не глядя, либо не глядя в текст. И попытаясь понять его уже на слух после того, как мы его разобрали. Ну, или кому все еще сложно понимать, вы можете смотреть в текст. И можете даже тихонечко читать вместе с диктором. А те, кто не успел расставить заголовки, могут сделать это тоже сейчас. Итак, listen. It can't be me. It's Monday morning, and while you are getting dressed, you're looking at yourself in the mirror. I'm too skinny. I'd like to put on a little weight, and be a bit taller and more muscular, you think. I also wouldn't mind thicker hair, longer legs, better teeth, and a smaller nose. Speaking of my nose, is that a pimple on it? Oh, here we go again. I can't go out. I can't stand people staring at me. Growing up. Do these remarks sound familiar? Almost everyone would like to change something about their bodies. Teenagers feel that way quite often, because their bodies change while they're growing up. As your body changes, so does the way you feel about your physical appearance. Your body image often affects the opinion you have of yourself. Don't compare. As your body matures, you may think that it draws attention to you, and you may feel uncomfortable. You may also compare yourself to your friends, to see if you are normal. But, growing up doesn't happen at the same speed for everyone. Girls usually start changing sooner than boys. Sometimes, they suddenly put on weight, as their bodies need fat to grow. On the other hand, boys notice their shoulders getting wider, and their voices getting deeper. Media images from TV, movies, and advertising may also affect your self-esteem. Women and girls on TV and in magazines are usually thin, while men look strong and very muscular. This can make you believe that something is wrong with you, if you don't look this way. Media images may also put pressure on you to go on extreme diets, or become obsessed with weight training. Remember that it's more important to exercise regularly, and eat healthily, than to try to change your body to fit an unrealistic image. Adverts sell fantasy and vanity, not reality. Believe in yourself. Although you may often think that your classmates notice every single pimple on your face, or every single pound you gain, this is not the case. What they notice is how you feel about yourself. You need to focus on the things you like about yourself, and walk with confidence. If you like yourself and the way you look, other people will too. Вот так, друзья. А мы с вами возвращаемся на страничку 58 и делаем упражнение 3. Match the words in bold in the text to their meanings. Соедините слова, выделенные в тексте, с их значениями. Then use them in sentences of your own. И используйте их в своих собственных предложениях. Итак, смотрим, что же у нас за слова. Смотрим, какие слова у нас есть в тексте, которые будут подходить под эти значения. Маскула, мускулистый. Staring, stare, уставиться на кого-то. Remarks, замечания. Effects, влиять. Да, эффект, влиять. Mature, созревать. Obsessed, чем-то одержим. Fit, подходить под что-то. Unrealistic, нереальный. Vanity, тщеславие, гордость. Focus, на чем-то фокусироваться. Итак, пробуем эти слова соединить с нашими словами. Looking. It's steering. Смотреть, да, уставиться на что-то. Так, well-built. Это у нас был muscular. muscular, мускулистый. Too concerned. Так. Так, develops. Развивается. Это у нас matures. Созревает. Pride, гордость. Это у нас vanity. Тщеславие, излишняя гордость. Concentrate. Концентрироваться. Это у нас focus. Focus, фокусироваться. Influences, влияет. Это у нас effects. Это его синоним, влиять на что-то. Comments. Комменты. Это у нас remarks. Замечания. Так, что у нас еще есть? Fit, подходить. Это match. Так, false. Неправильный. Это у нас там был unrealistic. И у нас остается too concentrated. Слишком уж сконцентрированный на чем-то. Это obsessed. Вот я увидела это слово. Obsessed. Это что такое? Одержим чем-то, да? Obsessed. Чем-то одержим. Окей. And exercise. Продолжаем делать, да? Это упражнение. Итак, смотрим. Looking равно staring. Stop staring at that man. Прекрати смотреть на этого мужчину. It's not polite. Это невежливо. Дальше смотрим. Fit, match. Подходить. He doesn't fit this society. Он не вписался в это общество. Не подошел. Маскило, мускулистый. I want to have muscular body. Я хочу иметь мускулистое тело. Too concerned. Obsessed. Одержим чем-то. I am obsessed with English. Вот я это точно. Одержимо английским. Unrealistic. I have unrealistic dreams. У меня нереальные мечты, например. Effects, influences. Влияет. English really influences my life. Английский действительно влияет на мою жизнь. Focus. Concentrate. На чем-то сфокусироваться. Please focus on your future. Пожалуйста, сфокусируйтесь, концентрируйтесь на своем будущем. Remarks, comments. Замечания. I have some remarks about your behavior. У меня есть некоторые замечания по поводу вашего поведения. Vanity, тщеславие, pride. I don't have much vanity. Ну, у меня нет сильно много тщеславия. Develops, matures, развивается. My daughter matures. She is a teenager. She is only twelve. Моя дочь сейчас созревает. Ей двенадцать. Она тинейджер. Окей. We did this exercise and we go proceed. Можно сказать. Мы переходим. Proceed to exercise four. К упражнению четыре. Итак, appearance. Внешность. Find the words that does not match the sentences. Найдите слово, одно, word, которое не подходит в предложение. Итак. He's got small, protruding, pointed, sporty ears. У него маленькие. Protruding. Оттопыренные. Pointed. Pointed это направленный наверх. То есть заостренный. И спотти. Спотти это пятнышко. Спотти пятнистые. Пятнистые уши. Что здесь у нас не подходит. Маленькие уши могут быть. Такие уши тоже могут быть. Pointed and spotty. Ну, спотти это пятнышко. Далматинцы могут иметь такие уши. Да? Собаки-далматинцы. Ну, мне кажется, pointed ears. Не может быть ушей заостренных. Обычно говорят pointed nose. Такой направленный наверх нос. Знаете, как у хрюшки? То есть, наверное, здесь слово pointed не подходит. Второе. He's got a straight, curly, crooked, pointed nose. У него прямой, straight nose, подходит. Curly nose. Кучеряшками нос. Не подходит. Crooked. Это какой у нас? С горбинкой такой, да? Pointed. Это как у хрюшки, мы уже знаем. Третье. I can't stand my hair. Я не могу терпеть мои волосы. It's too freezy. Слишком curly, curly. Это синонимы. Кучерявые. Freezy, curly подходит. Bushy, кустистый. Bushy это куст. Мы не можем сказать кустистые волосы. Мы можем сказать кустистые брови, как у Брежнева. Straight, прямые. То есть, здесь у нас не подходит слово bushy. She is slim, thick, overweight и thin. Она стройная. Thick, густая, overweight, с перевесом и thin, худая. О книге мы можем сказать thin book, тонкая книга, thick book, густая, ой, толстая книга. О человеке мы обычно говорим не thick, а overweight или fat, толстый. То есть, здесь у нас не подходит слово thick. Пятое. His eyebrows are too thick, thin, bushy short. Его eyebrows, брови, are too thick, слишком густые. Too thin, слишком худые или тонкие. Bushy, кустистые. Short, короткие. А в ровях мы не можем сказать, что они короткие. Их не бывает коротких или длинных. Ну и дальше вам предлагают придумать своего собственного персонажа и описать его. Используя вот эти слова. Ну а мы переходим на страничку 59 и смотрим следующее задание. Выберите правильное слово и проверьте в своем словаре. Итак, exercise 5. Sentence 1. Упражнение. Предложение 1. I need to get или to go on a diet. Мне нужно сесть на диету. I need to go on a diet. I have put on или taken in. Two killers in a week. Я набираю 2 килограмма в неделю. I have put on. Набирать вес будет put on. Давайте мы это подчеркнем. Итак. Go on a diet. Put on. Weight. Набирать вес. Look at Anne. She has grown или developed taller since the last time I saw her. Посмотри на Anne. Она стала выше. She has grown taller. Мы говорим. Since the last time. С последнего раза I saw her. Когда я ее видел. I can't believe that's John. Не могу поверить, что это Джон. His shoulders have... Его плечи... Increased или grown wider. Правильно будет. Гроун wider. Его плечи стали шире. Grow wider. С тех пор, как она увидела объявление. She's been... Или she has gone worried about her weight. She's been worried. Она была обеспокоена своим весом. И предложение 5. She wants to start или join a gym. Она хочет пойти в гимнастический зал. She wants to... Есть у нас такое выражение. Join a gym. If you are fat, если ты толстый, you should join a gym. Тебе нужно пойти в гимнастический зал. And, конечно же, lose some weight. И потерять немного веса. И так, дорогие друзья, я надеюсь, вы чувствуете себе комфортабельно в своем теле. И наше видео подходит к концу. Ставьте лайки, если это видео вам помогло. And see you in the next video. Bye!